Думаю, мы выиграем. С первых минут игры спортсмены спортивной школы действительно показали профессиональный баскетбол. Большинство бросков были точными, а действия слаженными. Поэтому отрыв уже в первой половине встречи был почти в полтора десятка очков в пользу Химкинской школы Олимпийского резерва. За ходом товарищеского матча наблюдали почетные гости. Руководитель управления по работе с обращениями граждан партии «Единая Россия» Александр Рябцев, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутаты Государственной думы Алла Полякова и Ирина Роднина, а также депутат Химкинского совета депутатов Валентин Герасимов и председатель совета Сергей Малиновский. По словам трехкратной олимпийской чемпионки, этот матч дает возможность укрепить дружеские связи. Ребята, которые решили себя посвятить серьезно баскетболу и спорту, ребята, которые себя достаточно уже успешно в общественных политических делах принимают участие. И, наверное, вот этот симбиоз – это хороший результат. А еще это возможность зарядиться энергией для новых свершений в профессиональной сфере, отметил Александр Рябцев. Когда ты играешь в таком прекрасном зале, в таком месте, где играет профессиональная команда, и где у тебя есть возможность прикоснуться к действительно высокому уровню спорта, ты сам становишься лучше, потому что только спорт закаляет настоящий крутой характер. В политике ровно то же самое. Проявить характер и частично отыграть очки игрокам молодой гвардии удалось лишь во второй половине встречи. Спортсмены начали догонять соперника из Химок. Впрочем, времени не хватило. По итогу товарищеского матча команда Химкинской спортивной школы одержала победу над молодогвардейцами со счетом 29-21. Все участники получили памятные подарки и заряд бодрости. А организаторы встречи отметили, что подобные спортивные поединки должны стать регулярными. Не только в баскетболе, но и в других видах спорта. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.